Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и ведущий Александр Климов. ЖД-пути в Хакассии становятся все чаще местом для детских забав. Растет количество подобных случаев, особенно в период каникул. И нередко такие игры заканчиваются серьезными травмами и даже гибелью детей. О профилактике детского травматизма на железной дороге мы сегодня поговорим со специалистом по связям со СМИ и общественностью Абаканского линейного отдела МВД России Любовью Гурьяновой. Любовь Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Любовь Анатольевна, расскажите, а много ли подобных случаев происходит на железной дороге, когда дети играют на ЖД-полотне либо вблизи? Следует отметить, что с начала текущего года отметилась уже тенденция к увеличению числа этих фактов. Зарегистрировано уже около 10 фактов нахождения детей возле железнодорожного полотна, играющих. Дело все в том, что об этом нам сообщают машинисты, проезжая по перегонам, мимо станций. Обязательно на все случаи сообщения выезжают у нас сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. Детей чаще всего находим. И вот в частности был последний такой случай. На перегоне Ербинская-Узбюрь двое детей играли, машинист сделал сообщение. И когда наши сотрудники приехали, дети до сих пор играли. То есть о чем это говорит? Что практически полдня они там находились, на опасном объекте. Двоих детей задержали. Это девочка с мальчиком 10-12 лет. Однозначно по таким фактам, если изымаются дети, они доставляются непосредственно родителям, передаются из рук в руки. И в этот момент проводится проверка, что за семья, чем занимаются, почему дети бесконтрольно находятся в опасной зоне. Особую опасность у нас представляет контактная сеть и электрический ток, который никто не видит, которые даже могут не понять, где и как. Но смертельно опасная зона контактного провода, которая находится на расстоянии от земли, 4,5-5 метров, 27,5 тысяч вольт. И смертельно опасная зона 2 метра. Соответственно, если ребенок залезет на вагон, то он однозначно может быть травмирован. Такой факт у нас был травмирование в 2018 году, когда двое школьников залезли на вагон, можно сказать, прямо вот в зоне основного нашего поста, это же на дорожного вокзала. Кстати, ребятишки не всегда играют на ЖД путях, подвергая просто свою жизнь опасности, безобидно. Иногда они еще и портят имущество железнодорожное и подкладывают, к примеру, какие-то предметы на пути. Чем это чревато? Аппетит, как говорят, приходит во время еды, то есть во время игры. Ребятишки начинают фантазировать, что бы сделать интересное. Соответственно, первое такое самое серьезное правонарушение, это когда они разбивают линзы светофоров. Разбив светофор, линия показывает ложную занятость. И человек, сидящий на станции, соответственно, уже не понимает, почему не работает светофор. Либо это неисправность, либо его кто-то сознательно вывел из строя. И, соответственно, ложная занятость, она уже не дает возможности регулировать движение. И таким образом из-за разбитого светофора может произойти столкновение составов. На самом деле это очень серьезное правонарушение. Далее ребятишки обкидывают камнями сами составы. И накладывание на рельсы посторонние предметы. В ходе беседы с машинистами, с железнодорожниками были такие прецеденты, когда даже камень особо прочной породы может способствовать сходу колесной пары именно с рельс. И, конечно же, сам процесс экстренного торможения опасен тем, что может произойти рассоединение тормозных шлангов, рассоединение, расцепка вагонов и, собственно, какие-то другие технические неполадки. Любовь Анатольевна, а какие мероприятия Вы проводите для предотвращения подобных нарушений, вот те же дети, играющие вдоль железной дороги? Какие меры профилактики Вы применяете? Значит, хочется отметить, что это прежде всего работа инспекторов по делам несовершеннолетних. Они проводят огромнейшую работу, проводят профилактические беседы, интерактивные игры на закрепление правил поведения на железной дороге. У нас есть замечательный фонд мультипликационных фильмов пластилиновых, которые сделали сами дети, школьники города Абакана и под руководством педагога. На самом деле вот эти вот мультики, они настолько элементарны, они настолько просты. То есть детям очень понятно, что можно делать, что нельзя. Проводятся рейдовые мероприятия на предмет выявления детей, нахождения на путях. С начала года, вот за два месяца, пока еще вот этот месяц заканчивается, статистика еще подводится, но за два месяца задержано уже 31 правонарушитель несовершеннолетний, в том числе и 16-летний, в отношении которых были составлены административные протоколы. То есть это те ребятишки, которые переходили железнодорожные пути. В прошлом году в этот период отмечалось 14 правонарушителей, то есть заметно какой рост идет. И следует отметить, что благодаря вот такой комплексной профессиональной работе сотрудников по делам несовершеннолетних нам удается, в общем-то, сдержать вот этот процесс травмирования, потому что на самом деле в 2018 году ни один ребенок не пострадал на нашем участке обслуживания. Но все-таки, опять же, если за последние два года не было случаев травмирования, гибели детей, тогда, может быть, ничего страшного и не происходит? Процесс останавливать нельзя ни в коем случае. Дети подрастают, то есть поколение меняется, поэтому постоянно проводим вот эту кропотливую работу, и ее нельзя останавливать. Поэтому это как результат именно вот нашей работы, отсутствие фактов травмирования. Любовь Анатольевна, чтобы занять детей в период каникул, рассказать им о своей работе с целью профориентации, вы сейчас проводите также Дни открытых дверей, рассказывая ребятам о своей работе. Что конкретно вы проводите, как выглядит вот это мероприятие? Во взаимодействии с Министерством образования Республики Хакасия и Республиканским военным комиссариатом, скажем так, мы в свое время объединились, это было уже в прошлом году, такие мероприятия мы проводили, и организовали такие масштабные мероприятия Дни открытых дверей. Это специально проводится именно в период каникулярный, чтобы у детей была возможность в рабочий день приехать в Абакан. Дело все в том, что мы акцент больше делаем на отдаленной участке Хакасии. Объектом экскурсионных мероприятий я выбрала непосредственно железнодорожный вокзал обновленный. Он красивый, он интересный, в нем просто приятно находиться. Это один из наших объектов. В прошлом году мы такие мероприятия проводили в аэропорту города Абакана. Значит, у детей есть реальная возможность посмотреть, понаблюдать весь процесс, как проходят досмотровые мероприятия, посмотреть, какие наблюдения установлены. И, конечно же, помимо того, что мы воспитываем в патриотическом направлении детей, рассказываем о своей работе, чем мы занимаемся, для чего мы это делаем. Решается ряд других задач, очень важных для детей. Это социализация их. И, конечно же, мы в своих беседах не забываем делать акцент на профилактике преступлений, правонарушений, ну и в том числе травматизма. А они с охотой приезжают с интересом? Наверное, вот приезжают они не совсем с охотой, допустим. Думают, что там, наверное, ничего интересного нет. Но, тем не менее, когда они приезжают, они задают множество вопросов. У них интересующиеся глаза. И я хочу отметить, что мы не сидим, на экскурсии мы стоим. Как правило, экскурсия занимает час двадцать, а иной раз и полтора часа. Все зависит от любознательности детей. Отклик эмоциональный очень положительный у детей. Им очень нравится, педагогам очень нравится. Потому что каждый раз, бывая на железнодорожном вокзале, они даже не задумываются о том, что здесь происходит и как это происходит. И когда они вот эти тонкости узнают, для них это целое открытие. Мы это проводим в том числе и со студентами. После таких мероприятий, в общем-то, есть ряд людей, которые принимают решение навсегда связать свою жизнь с полицией. И вот хочется отметить, что у нас сейчас есть молодые люди, которые заканчивают заведение, юридическое образование получив. Вот сейчас уже являются кандидатами на прием на службу к нам подразделения. Вот это наша цель и есть, чтобы пополнять ряды полиции, проводить профилактику правонарушений преступлений и в том числе травматизма. Любовь Анатольевна, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин